такой вот у нас апокалипсис сегодня 20 апреля столько снега тут я немного расчистил сетки конечно пришлось снять где-то порвало но вот тут и сейчас солнце вышло надо сетки вешать опять затеняющие но невозможно потому что они все привалены снегом нужно убирать и я включил вытяжку кондиционеры здесь не справляются на улице около нуля так вот выглядит у нас лица мы поставили еще один ряд полок сверху там разместили часть гигоний ну и часть стрепсов вот тут вот на переднем плане это у нас джель начнем с этой полки это 1903 а рядом стоит это у нас альфа а рядом вот это это тысяча эх не доберусь мы сейчас туда подойдем вот так вот общий вид стептокарпусов на верхней полке дальше клубневые бегонии я поставил для наращивания клубни вот это 1799-й а это 1755-й вот как-то раньше его недооценивал а сейчас вот он окреп и цветки у него очень красивые ну рядом альфа альфа чуть чуть более махровые так здесь у нас стоит это у нас такой вот фантазийник это у нас такой вот фантазийник 1805-й вот это такой огромный не буду я его доставать номер не скажу это 1877-й это 1823-й так что у нас еще тут вот это 1907-й такой вот очень интересный за ним за ним не доберусь вот это старый знакомый это барби так ну и пойдем дальше ну вот полку сверху притянили как бы стеклом и здесь неудобно вот обычно я показывал все стриптокарпусы вам на вот этой полке но так получилось что поставили еще одну сверху вот тут и здесь темно и здесь неудобно мне показывать вот 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 кстати 1872 ну вот не могу я так придется мне как-то вот этот вот компактный это показать вот такой вот 1800 1887 вот сейчас я все заваливаю здесь мы для селекции отбираем вот и вот это 1812-й здесь тоже для селекции вот тут вот Д'Артаньян стоит так, сейчас это у нас Д'Артаньян вверх рядом ар-деко рядом а рядом а рядом а рядом а рядом 1597-й вот это Это вот 1597 Ну что я могу сказать про него Он всегда хороший Мощная розетка, мощные цветоносы, мощные цветы В общем, хороший Это 1750 Так вот он выглядит Сейчас приблизим, спокусируемся Ну а вот это 1764 Тут серия белых Вот это вот ближайший 1795 Я его хвалил И сейчас хвалю Ну а здесь у нас бегонии Вот это, например, бегония для селекции оставлена Почему? Для селекции цветочек вроде бы ерунда Но зато у него есть пыльники Потому что у других бегоний пыльников нету И опылять-то нечем В общем-то А вот у этого Я его оставил Он имеет вот ствол такой хороший И цветок крупный Ну и главное Его достижение Это то, что он нестерильный Это 1794 4 Так вот я его подальше поставлю Я его неоднократно показывал И что я могу сказать? Его надо размножать Он всегда в цвету В принципе, листья наращивает Вот Можно посмотреть на розетку Ну Всегда в цвету Рядом стоит 1829 И тоже Цветки весьма харизматичные Что у нас тут рядом Рядом Вот это вот 1776 Тоже, кстати, розетку хорошо наращивает Цветки с каймой Держатся Все вроде бы Замечательно Рядом 1779 Ну Не знаю, чего Цветоносый он повалил Вот Может быть от тяжести Это 1824 Хорошая розетка у него И цветы В общем-то Вот сейчас вот общий план Вот так вот Здесь у нас бегонии Опять же Вот я оставил Ради пыльников Сорт Это сиренец Но Ради пыльников Так вот Бегониями занялись А места для них нету Это 1575 Ну, что я могу сказать Ну, нормальный Вроде бы Сорт Это спорт Психоделика Тут у нас Стоят всякие фантазийники Тут вот для селекции Вот такое вот стоит Здесь 1769 Вот не цвел, не цвел А сейчас как Зацвел И вот бутоны лезут Розетка Розетка Очень аккуратная И вот я им очень Доволен Цветоносы Надо Отцветшие Надо Удалять Сейчас вот цветков Добавилось За счет бегонии Важность повысилась Так Идем дальше Это вот такой 1913 Тут спрятался Тоже смотрите Как зацвел И поднимаемся Мы Наверх Здесь У нас Сейчас отодвинуло Чуть-чуть Так Это Это 1857 Это у нас 1859 Вот такой Фантазийник Вот это Огромный Огромнющий Прямо 1880 Отодвинем Этот 1866 Вот это Мой Любимый Мини 1866 Со всех сторон Он Шапкой Стоит Розетка Компактная Цветы Неопадающие Вот Отцвел Цветок Он все равно Держится С зеленой Каемочкой В общем Очень доволен Я вот Этому Мини Очень доволен Так Так Это я вот Оставлял Для селекции 1923 Но Почему Для селекции Густо Махровый Такой Вот Свекольный Цвет Он Не стерильный То есть У него Есть нормальный Пестик Вот Я на него Уже Сделал Пыление Вот Видите Вот тут Вот Видите Пестик Нормальный Вот Для этого Я оставил Это Это У нас Тысяча Кто это У нас Тысяча Восемсот Шестьдесят Пятый Тысяча Восемсот Шестьдесят Пятый Такой Вот Сенец У нас Есть Тысяча Девятьсот Шестидесятый Ну И Рядом Рядом У нас Здесь Зацветает Это Тысяча Семьсот Девяносто Шестой Вот Такой Один Из самых Густомахровых Мне кажется Я стабилизацию Не включил И Рядом Зацветает Тысяча Семьсот Шестьдесят Пятый Ну И Закруглимся Мы Решайся Семьсот